Здравствуйте! Сегодня у нас 23 августа 2024 года, Харьков. Я продолжаю все видео дневник. Скажи всем привет! Привет! У нас сегодня праздник, день освобождения города Харькова, день города и... Сейчас мы перейдем. И дата непростая. Сегодня Харьков исполняется 370 лет. Она пошла на красную, а мы идем на зеленую. Меня просто отвлекают со всех сторон. Я снимаю, и когда я снимаю на улице, все так сразу... Что? Что? Что ты снимаешь? Кому ты рассказываешь? Ладно. Не будем обращать на это внимание. 23 августа 1943 года... Тихонечко. Город Харьков освободили от фашистско-немецких захватчиков. И с того дня, 23 августа, стал днем города Харькова. Для меня это не просто день города, не просто день освобождения от фашистов, а... Моя семья, мои бабушка, прабабушка, пережили оккупацию в Харькове немецкую. Со всеми ужасами и много чего мне рассказывали. Рамаза, бабушка, прабабушка со своей семьей тоже пережили оккупацию в Харькове немцами. То есть для нас это не просто праздник. Для нас это очень важная дата. У меня один прадед вернулся с войны. Один не вернулся. Амиран, где ты? Поэтому... Другого дня города я себе не представляю. Когда-то слышала, что эту дату кому-то сильно хочется перенести. Но это невозможно, это нереально. И чьи-то больные фантазии. Так что я вас всех поздравляю. Всех харьковчан поздравляю с днем города, с его освобождением также. Я знаю, меня очень много людей смотрят, у кого точно же так семью пережили оккупацию немцами. Каждый раз, когда говорю, еще нужно подчеркнуть. Потому что, не знаю, некоторым приходится разжевывать, к сожалению. У нас сегодня такая прекрасная погода. Должна была быть жара. Я смотрю, по градусам жара должна была бы быть. Но сегодня с самого утра как-то пасмурно. Небо затянуто тучками. Сейчас вышли вообще так не жарко. Знаете, если вчера мы вышли, мы еле ползли. То сейчас прекрасно хотя бы можно передвигаться. Мама! А, что Амиран? Мама, вот здесь столб стоит. Столб стоит? Да, это громкоговоритель. Столб с громкоговорителем? Да. Это сиреноголовый? Да. Да? Да. Понятно. Я не знаю, что это такое столб там. В общем, мы с Амираном отправляемся на прогулку. Сейчас дойдем. Здесь слишком много людей. Просто невозможно разговаривать. Повышенное внимание. Мама! Да, Амиран. Мама, у меня сирена кажется сиреноголовых. Нет, здесь нет сиреноголовых. Идем. Немного зацвела река. Вчера на лодках все плавали. Сегодня такая прекрасная погода, и никто не плавает. А вообще, знаете, что мы обычно делали 23 августа, ну, до 2022 года? У нас это был таким днем города масштабным. Всегда на площади были концерты, были фейерверки. На набережной ставили такой понтон на реку, сцену. И тоже приезжали известные исполнители, выступали здесь. Устраивали такую на всей набережной ярмарку со всякими вкусняшками, с напитками, с шашлычками. Амиран, не делай так, пожалуйста. Амиран, ты же не старичок, ты мальчик. Амиран, не делай так, пожалуйста. Ну и, конечно, в последние годы этого ничего у нас нет, а все проходит без каких-то торжеств, без празднований. Потому что... Потому что... И в 2022 так было 23 августа, и в 2023, и сейчас 2024. Третий день города без торжеств. Ну ничего, я уверена, что сегодня в сердцах всех харьковчан все равно присутствует радость и гордость за свой город. Видите, люди убирают. Убирают весь мусор. Детская площадка сегодня пустая. Ну, может быть, люди пошли на какие-то мероприятия. Я не в курсе событий, что сегодня что-то должно было быть. Может быть, где-то в каких-то бункерах, подземельях устроят праздник. Я в этом даже не сомневаюсь. Но это же все не то. Так не должно было быть. Праздник должен был быть. Под мирным небом. Вы не представляете, что бы сейчас здесь творилось, если бы это было мирное время, 23 августа. Непростая у нас, конечно, судьба в истории нашего города. Нам как-то всегда слишком много доставалось испокон веков. Несмотря на то, что городу 370 лет, городу Харькову в новейшее уже, как бы сказать так правильно. Таким, каким город мы видим сейчас, каким его возродили, то ему 370 лет. Но до этого этим землям слишком много доставалось все равно. Расположение у нас такое. У нас постоянно были набеги, были разрушения. Город сжигали дотла неоднократно. Так что, ну это я говорю про времена тысячередней давности, 800 лет назад. Сейчас кто-то обязательно найдется умный и скажет, города Харькова не существовало. Что ты несешь? Я еще раз подчеркну, это идет речь о землях. Понимаете, о этих землях. Такое у нас расположение. И как существует версия, доказанная, когда были раскопки в 30-е годы на университетской горке, к сожалению, их так и не закончили эти раскопки, то здесь все-таки существовал древний город. Возможно, он носил название Харько, как написано в арабских текстах древних. Там упоминается Киев, Чернигов и Харько. Ну и скорее всего, действительно он был, потому что остатки этого древнего города были найдены. Но, как всегда, когда что-то где-то возникает, какая-то новая информация, которая не вяжется с нашей историей, то это всегда куда-то уезжает в неизвестном направлении, закрывается на 100 замков, а бывает и уничтожается, подвергается уничтожению. Ну и все. Нет находки, нет проблем. Я уже это заметила. Потому что любая находка такого рода, она влечет за собой огромные проблемы. А что же делать? Тогда вся остальная история просто рушится. И, ну, что делать? Они не знают. Уже я в последнее время заметила то, что мне приходится фильтровать каждое свое слово. Знаете, я вот, учитывая все происходящие события, я десять раз подумаю, потом скажу. Десять раз подумаю, потом что-то скажу. Бывает даже что-то скажу, потом еще жалею. Сейчас кто-то напишет. Ну да, свобода слова. Делаешь не только в этом. В смутные времена живем. Так бывает. Живем в такие исторические события, с одной стороны... А, что? Говори. Машины держи. Скучно тебе, да? Я опять ночью очень плохо спал. Очень. То ли это аллергия. Значит, я вчера купила энергоферон. Энергоферон, или как он правильно называется? В общем, противовирусное. Таблеточки рассасывать. Мелиносик купила. Ну и... Что еще я купила? Ну, какие-то лекарства. Хьюмер в нос. Я не могу сказать, таких прямо признаков болезни нет. Это как что-то непонятное. То ли аллергия. Но раньше у Амирана не было аллергии. Ни на амброзию, ни на что-то такое подобное. Я даже не знаю, честно говоря, как-то амброзия выглядит. У Норы с детства была аллергия. У нее был атопический дерматит с рождения. И мы это все лечили очень долго, нудно. Когда она была на грудном вскармливании, нельзя мне было есть ничего, кроме вареной говядины. Что я ела? Вареную телятину. Творог без сахара. И чаек без сахара. Вот такое. Так вот я питалась. Так, друзья, не забывайте подписаться на канал, поддержать лайк. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.